Саша Ким. Холодный кофе для шефа. Глава первая. На экране ноутбука появилось сообщение, отвлекающее Бонни от выбора одежды. Black Knight. «Привет. Как твои дела, фея?» «Был очень занят на работе, поэтому не писал. Ты же не обиделась?» Девушка недовольно хмыкнула, однако ее лицо невольно растянулось в улыбке. «Я ждала твоего сообщения, теперь и ты подождешь меня». Гордо вскинув подбородок, она принялась снова перебирать одежду. «Нужно что-то менее строгое», — бормотала она в задумчивости, делая вид, будто ее вовсе не беспокоит зависшее на мониторе сообщение. «Все-таки это не какой-нибудь офис». Не выдержала, кинулась к ноутбуку и принялась резво стучать по клавишам. Она писала долго, тщательно подбирая слова и нервно поглядывая на часы. «Чертово собеседование», — бугнила она недовольна. «Я не могу опоздать». Остановилась. Оценила напечатанный текст. «Выглядит так, будто я только того и ждала, что он мне напишет». В ее голосе прослеживалась досада. Однако она безжалостно нажала «бэкспейс» и недовольно нахмурила курносый носик. Только зря время потратила. Теперь она набрала холодное «я тороплюсь на собеседование, мне некогда» и нажала «энтер». Так-то лучше. Довольно потерла ладони и схватила первое попавшееся платье. Ведь теперь думать о том, во что нарядиться, совсем не осталось времени, да и мысли теперь были далеки от предстоящей встречи. Она снова услышала сигнал сообщения и сжала кулаки. «Ну уж нет, я не такая легкая добыча, мистер. Прочту, когда вернусь домой». И поспешила в коридор, пока ее решимость не рухнула от звуков все пребывающих сообщений. «Все правильно. Мне нужен боевой настрой. А если я расскажу ему все, он смягчит мою злость, как всегда», — говорила она с зеркалом, приводя в порядок копну светлых волос. «Однажды поделюсь с ним и этой стороной своей жизни, но сначала мне нужно подсыпать клопов в малину одному мерзавцу». Коснулась губ помады винного оттенка и уже через пару минут выбежала за дверь, хваля себя за стойкость перед обаятельным незнакомцем, так и не взглянув на экран. «Блэк Найт, ты не рассказала, куда идешь на собеседование?» Девушка на высоких шпильках уверенно сбежала по ступенькам, подол легкого персикового платья, того и, гляди, пытался подхватить летний ветерок. С каких пор я стала с таким нетерпением ждать его сообщений? Мы знакомы уже много лет, но я так ни разу и не видела его. Может, это вообще какой-нибудь отец семейства, развлекающийся на пенсии? Или же женщина с агорофобией решила удовлетворить свою альтер-эго онлайн? Она усмехнулась своим мыслям. «Какая разница? Даже если так, мой черный рыцарь стал слишком важной частью моей жизни. Он единственный человек, не судящий меня по внешности. Как же бесит вся эта предвзятость к блондинкам с четвертым размером? Меня никогда не воспринимают всерьез. А он, не зная, как я выгляжу, ценит только мой внутренний мир. Все остальные переписки так или иначе сводились к предложению встретиться. Это нормально. Каждый человек в итоге хочет сопоставить свое представление о собеседнике и реальную картинку. И если картинка не соответствует, общение неловко сводится на нет. Я не исключение, пожалуй. Ведь мне тоже интересно, как выглядит друг, с которым я общаюсь много лет. Однако я сдерживаюсь от предложения, ведь в моей голове тоже есть важный образ, который я не хочу разрушать. Хотя можно долгое время жить с человеком под одной крышей, будучи уверенным, что он твой друг, брат, отец, неважно, думать, что ты знаешь его. А потом в одну секунду окажется друг-предатель, брат-мошенник, а у отца и вовсе другая семья. На этой грустной ноте она опустилась на сиденье в автобусе и, покопавшись в сумочке, выудила наушники. С детства у нее было все. Не только внешность, которая помогла быть необделенной вниманием. Она привыкла и к материальному благополучию, и к духовному развитию, подаренному дружной семьей. Хорошая школа, уроки рисования, брендовая одежда, никогда не интересуясь, откуда это все. Как само собой разумеющееся, ведь так было всегда. Все игрушки и платья, которые Бонни хотела, тут же оказывались в ее распоряжении. Маленькая фея Бон-Бон, так звали ее домашние, и всегда норовили порадовать всеобщую любимицу. Не сказать, что они жили богато, однако выражение в достатке когда-то идеально вписывалось в картину ее семьи. Все изменилось, когда ее брата посадили в тюрьму. Бонни пришлось неожиданно повзрослеть и узнать цену деньгам, которых теперь катастрофически не хватало. Вместе с этим пришло понимание, с тех пор, как родители отправились на заслуженный отдых, на пенсию, все, что Бонни имела в жизни, было заслугой брата. Будь то новая машина для папы, или же билеты в театр на всю семью, новый мольберт для юной художницы и ежедневные праздничные ужины. Оказалось, сложно оставаться дружной семьей, когда на привычное духовное развитие просто не осталось средств. Когда брата обвинили в мошенничестве, бизнес, который он построил с другом, развалился, и все счета оказались замороженными. Семейство Мэтьюс вдруг обнаружило, что не в состоянии оплатить даже счет за электроэнергию. Очень кстати оказалось и то, что главу семьи давно ожидала лучшая жизнь с состоятельной поклонницей, что сильно травмировала миссис Мэтьюс. Она так и не смогла оправиться от депрессии, в качестве терапии проводя время за бутылкой вина, или чего покрепче. К тому же остатком некогда дружной семьи в лице старшеклассницы Бонни и потерявшей всякую цель в жизни миссис Мэтьюс пришлось переехать в небольшую квартирку на окраине, где Бонн успела возненавидеть свою новую школу, жилища, людей и того мужчину, что стал виной всех обрушившихся на них неприятностей. Она много размышляла об этом. Когда-то родители были добры ко всем окружающим, пока это было взаимно для них. Но этот человек... Они приютили его. Ведь у мальчишки умерла мать, а его отец по полгода пропадал в море. Кто-то должен был присматривать за подростком, и чета Мэтьюс вызвалась помочь старому другу, приняв его сына в своем доме. Он стал членом семьи. А потом... Мальчишки выросли. По словам родителей Бонни, этот предатель заманил ее, брата, в сомнительный бизнес, и когда их поймали, сделал вид, что не имеет к этому делу никакого отношения и со спокойной душой переключился на свой второй проект — сеть ресторанов Лоуленд, хотя в то время это был всего один ресторан. Бонн, будучи на 10 лет младше брата, ничем не смогла ему помочь тогда. Но на протяжении нескольких лет она думала о несправедливости, свалившейся на ее семью. Если бы тот человек не приехал тогда со своей отличной идеей, ничего этого не произошло бы. Родители Бонни были уверены, что их сын ни в чем не виноват и лишь взял на себя ответственность за своего друга. Тогда как сама Бонни, отчасти вдохновленная речами родителей и испорченной жизнью, считала, что ответственность лежит на обоих бизнесменах, однако одному из них удалось избежать ее, скинув все на друга. Если правосудие не в силах, значит, я самостоятельно научу этого мерзавца отвечать за свои поступки. Берегись, Итан Вилкинс. Видимо, глубоко зарывшись в мысли о своей мести, она едва не врезалась в дверь служебного входа ресторана Лоуленд. Я же не опоздала. Но если только самую малость... Черт, я собралась завалить свою миссию из-за друга по переписке. Хотя чего греха таить, он не просто случайный собеседник, и именно поэтому меня злит, когда он вот так пропадает.